Всех приветствую на своем канале. Друзья, семга дикая в моих руках, больше 5 килограмм. Буду ее делать холодным копчением в своей коптилочке от компании Moskit. Ну а как это будет, давайте посмотрим. Друзья, а будет как всегда все хорошо. Вот такой результат у меня получится. Смотрите до конца, будет интересно. Я расскажу подробно, как я это сделал. Рыбку почистил, избавил от костей. Приступаю к засолке. Солить буду крупной солью вторым помолом. 3 килограмма соли на килограмм сахара. Рыбка жирная. Солить буду 10-12 часов в холодильнике. Обильно посыпаю рыбку солью, а оставшуюся соль смываю водой после того, как рыбка засолится. Рыбка 10 часов провела в холодильнике. Смотрите, сколько жидкости из нее выделилось. Сейчас ее избавляю от остатков вот этой вот соли. И обратно в холодильник немного полежать. Дозреть, так сказать. Семга полежала в холодильнике. Сейчас я ее поместил в сушильный вялочный шкаф. Сушильный вялочный шкаф у меня от компании Moskit. И буду ее сушить с периодичностью. Час сушится, полчаса отдыхает. Час сушится, полчаса отдыхает. И так 3 часа. Сзади у меня еще висит форель, кита. Все это вместе сушится. Обязательно работает осушитель воздуха, когда рыбка сушится. Друзья, рыбка завялилась. Моя семушка. Здесь у меня еще форель. Рыбка абсолютно сухая, хорошо завяленная. Шкурка сухая, а здесь у нее уже выступает хорошо жир. Остался самый простой процесс. Отправить все это дело в коптилочку. Чем я сейчас и займусь. Поместил рыбку в коптилку. Также у меня будет там и кита коптиться. Все, коптилка полная, заряжена. Приступаем к копчению. Друзья, в моем пользовании коптильный Moskit. Другой коптильни у меня нет. Поэтому я расскажу, как я копчу на ней. Вы можете коптить на чем угодно. В чем угодно и как угодно. Это ваше право. Я копчу на этой коптилочке. Я рассказываю, как копчу я. Значит, подаем питание на коптилочку. Включаем сеть, дым. Градусники зольника выставляю на 350. Когда дровишки разгорятся, коптильня наполнится дымом. Я убавлю градусники зольника примерно до 150-120 градусов. И включу кнопку холодное копчение. Заработает статическое электричество. И дым принудительно будет ложиться на продукт. Вот и все. Коптить не сложно на самом деле. Но именно в этой коптильне. Как вы коптите, это ваше право. Ну что ж, коптим. А в конце я обязательно покажу готовый, друзья, результат. И запомните, друзья, чудеса создаются своими руками. Вот этими вот ручками. А вот и готовый результат. Рыбка отвеселась. Полежала ночь в холодильнике. И сейчас она уже готова к употреблению. Смотрите, друзья, так все это выглядит. Кому нужен цвет, пожалуйста, цвет. То есть, видите, брюшко золотилось, все закоптилось, все хорошо. Коптите, друзья, пробуйте, экспериментируйте. Все у вас получится. Не важно, в чем вы коптите. В чем угодно можете коптить. Я копчу вот в простой коптилочке от компании Moskit. Вы можете выбрать абсолютно любую коптильню. И у вас будет, я уверен, что очень хороший результат. И запомните, друзья, мечты не работают, пока не работаете вы.